Я тоже всех поздравляю с этим редчайшим событием. Вот в это редчайшее явление мы и пойдем. Мы пойдем в теме, которая еще не закончена, в теме этой редкодостижимой удачи. Мы продолжим с теми, который мы начали в последний сентябрь. О том, что это очень rarely attained grace. Да, rarely attained grace. Как вы помните, один из стихов гласит о том, что ратика достигается с течением времени. Так вот, мы сегодня еще раз прикоснемся к этой длительности, к этому уникальному явлению. Maybe you can remember how we have read about this very astonishing fact that radical could be attained in a course of time. So today we will continue to contemplate on this topic and we will talk about this again. Не знаю, сможем ли мы сегодня продвинуться по комментарию к стиху. Если сможем, то продвинемся. Если нет, продолжим в следующий раз. Я не знаю, возможно, если мы сможем закончить этот вопрос, закончить этот комментарий. Я не знаю, сколько мы пойдем дальше, через этот комментарий, но в любом случае мы сможем попробовать. Но в любом случае мы сможем закончить следующий сентябрь. И начать я хочу со стиха, который подходит к сегодняшним одним, как к другой. Стиха из Бхагавадгиты. Сегодня я хочу начать со стиха, который подходит к сегодняшнему. Рада Мохан-темпле. Мы можем слышать вас. Мы можем слышать вас. Продолжение следует. Продолжение следует. Подпишись. Это стих, говорящий о том, как редкостно достижение этой удачи. Кто понимает, в контексте сегодняшнего события джарма, карма, медивьям — это также относится и к явлению спутников Господа, в частности, кайвихи, шриматератики, шри раманаманджари. В этом слове говорится о том, что редкостно достижение от достижения хорошего успеха. Также мы можем сказать, что это не только о Кришнах, но и о Кайвюха, о Шримати Радиках, о Раманаманджари, о своих ассоциациях. Тот, кто понимает божественность этого явления, тот больше не получит жёсткой обусловленности в материальном теле, и у него будут все возможности преданного служения. В этом слове говорится, что этот человек, который понимает божественность этого манифеста, он будет способен делать довольное служение. Ведь ты татва-таха, то есть должен знать эту татву, эту истину. Что же такого в этом явлении? Оно же кажется обыкновенным. Просто родился человек, просто жил и просто умер. Это не просто. Важно, это очень обычное, когда человек получает божественность, он будет умер, и он будет умер, и он будет умер. Но есть нюансы. У этого рождения не было причины. У этого рождения не было причины. Нет кармы. Никакой. Потому что у него нет кармы. Никакой кармы. Никакой кармы. Никакой кармы нет. Никакой кармы нет. Никакой кармы нет. Никакой кармы нет. Никакой кармы тоже либо плохого кармы. Это явление, это редчайшее явление, которое происходит с чистотой 8 588 миллионов 160 тысяч лет. И это нисхождение Вечная спутница Шримати Радхики. Нисхождение. И кажется, что вроде бы все обыкновенное, обыкновенная деревня, обыкновенные мальчики ходят в обыкновенную школу, но все действия Раманы Манджари, которая пришла, которая воплотилась в этом теле, нематериальные. And it seems like it was an ordinary Indian boy who took birth in ordinary Indian village. And he went as a boy with his friends in the ordinary Indian school. But we should know that it is Рамана Манджари herself who descended, who appeared in the form of Нараяна Махарадж. And I забыла, что в конце было. Можно подсказать? Какая именно фраза? Что там? Что казалось, что это мальчик? Ну, это Нараяна Махарадж, что это сама Рама на Манджаре в виде Нараяна Махараджа. Указалось, что это просто мальчик. Просто Индия. Да. Все это было все это проявление внутренней энергии Господа. Внутренней энергии. No, it seems that it was ordinary boys but and ordinary situations but we should know that it was the action of the internal divine potency of God himself. Я нарочитый говорю Нараяна, не Нараяна, а Махарадж, а нарочитый говорю Рама на Манджаре, чтобы у нас не возникало двойственности никакой. Не возникало никакой двойственности, потому что ее нет и не может быть. Ну просто все в Санге могут не знать, если не ученики. Я прошу прощения, я добавила. Ладно, хорошо. Я это перевожу, да, то, что вы сейчас сказали. Ну, если надо, как чувствуете, может быть, нет. Рама на Манджаре пришла, как Нараяна Тивари в день новолуния 7 февраля 1921 года в деревне Тиварипур в Бихаре. Рама на Манджаре she appeared as Нараяна Тивари в Тивари Пура town в 1921 в 7 феврале in the day of the in the when no moon, I don't remember how it is said when no moon in the sky. Амавасия new moon Тивари Пур раньше располагалась на берегу Ганг Тивари Пур used to be on the bank Тивари Пур раньше располагался на берегу Ганги. Но впоследствии река изменила свое течение и теперь деревня находится на некотором расстоянии от нее. Тивари Пура used to be situated on the bank of the Ganga but Ganga changed her course and now it's quite distance from the village. Согласно верованиям именно в этом месте Рама убил демона Татаку. And it is said that this is the very place where Шри Рамачандра killed a demon where this town is situated. родители Нарайана происходили из образованной и уважаемой семьи браманов принадлежащей к Шри Санкт-Петербурга. Parents of young Нарайана they were Brahmans from very elevated family of Ши Санкт-Петербурга. Отца Нарайана звали Балешвара Натха Тивари пандит а мать Лакшми Деви. His father's name was Baleshwara Натха and his mother's name was Lakshmi. Нарайана с детства проявлял большой интерес к духовной жизни. Он любил повторять и петь имена Бога, слушать истории из Махабхараты Рамайаны, Махабхараты Пураны которые его родители регулярно читали дома. And from his childhood Нарайана was interested in chanting God's names and in listening to Рамайана and other Vedic and other scriptures which his parents they used to read to him. Нарайан также посещал киртаны и религиозные собрания на которых декламировали священные тексты индуизма. And he used to go to the gatherings of devotees where they were discussing and singing all the divine literature and divine songs. to the he went to the elementary school to the nearby village dal sagar. From fifth class to seventh he studied at Buxar place. And when he was a student he was very interested in sports and he was doing many sports activities like this jumping like high jumping and football and athletics. И снова мы возвращаемся к Романа Манджери. Представьте себе только представьте себе это же она это она это выдает ее характер не то чтобы отдельно характер характер на Махараджи один а у Романа Манджари другой нет. So let's go back to the understanding that he was Романа Манджари herself from the very beginning it was her but and we could not detach these two characters like character of Романа Манджери from the character of Нарая and Maharaj because they're one so we can it's amazing he's saying like can you imagine how it is amazing that Raman 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 manjari in every this like very ordinary situations and his life live stream because Raman Raman manjari is also very inquiring very curious he's 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 to be a very like he likes scientific approach to everything and so he's always winning in logic spore wow that's why she's always the winner when she's playing with Krishna logical games radical is always radical sending her to go first and when she sees her winning she's always clapping her hands and laughing so much when she sees her is clapping when she sees how Krishna has no arguments anymore and how that is the winner когда как как сказать супруг сарасвати оказывается неспособным к ведению логического спора how it is amazing can you imagine when the husband of Sarasvati he cannot find logical words logical arguments to win this game ramana ramana manjari is joking and jokingly she saying i'm not surprised he has lost i'm not surprised because what to do with him he's just a cowherd what we can say about his abilities he's just a cowherd boy здесь увеличение спортом они тоже имеют свою духовную основу and the fact that Narayan Maharaj was very attached to the sports games it also is connected with this character of his spiritual self high jumps бег и футбол running athletic running and football потому что Рамана Манджари это ее служение вести Рафику на Абхисар because it is Рамана Манджари service to take Radhika to the Абхисар она тренер Рафики she's like a coach like a trainer like a coach sports coach of Radhika она учит ее прыгать в высоту и в длину she teaches she's like a sports coach she teaches Radhika how to jump like length jump and high jump also преодолевать сложные препятствия how to overcome very difficult obstacles она организует полосу препятствий для Radhika she's like a very good coach she's organizing this process of training when she's putting obstacles in the yard and Radhika she needs to go through these obstacles herself to train herself she's making this workout for her and she's very consciously controlling that Radhika should go these workout obstacles to overcome these obstacles very expertly she's training her in this way and there are many levels of difficulty in this workout she's making a workout for her like a sleepy sleepy path made of clay of wet clay that you could not run through this path because you will sleep and you could fall down but she's like a hope she's watching that Radhika's desires should be fulfilled so she should know how to go through this path and not to sleep because of her intense desire to meet her beloved her Mohamed поэтому она учится у Рамана Манджари so Radhika is learning from Рамана Манджари сначала тропу проходит Рамана Манджари first Рамана Манджари проходит Рамана Манджари показывая как нужно делать first Рамана Манджари herself она показывает что это возможно first Рамана Манджари herself is overcoming this this path this sleepy path and she's showing that it is possible to overcome this and then Radhika is following Radhika радуется этому и пытается повторить and Radhika is very happy about this and she's trying to also to overcome this workout path for her made for her and it's not so easy it's not so easy at all because she has make-up and heavy ornaments on her so for her it's not so easy там есть еще одно усложнение как колючки also it's very difficult because there are many thorns on this sleepy path и рамана проходит эти колючки показывая проходит их в определенном настроении потому что пройти эти колючки может только в определенном настроении и она показывает как можно пройти этот сложный отрезок пройти по этим колючкам и рамана манджири herself she is showing how she should step on these big thorns and she showing that it is possible but you should be in the certain condition when you are stepping on them on them we видим единство личности шри раманы манджири которая проявлена в теле Нарайна Махараджа so we could see all the qualities of рамана манджири that are like peeping through Нарайна Махараджа identity transcendental теле Нарайна Махараджа in transcendental body of Нарайна Махараджа потому что его тело не соткано из продуктов времени because his body is not made of the time оно соткано целиком из духовной энергии it is made of solemn divine energy у него не было причин для рождения материальных причин для рождения because he had no material reasons to come here to take a birth here как и не было материальных причин для смерти and he had no material reasons for his death все это лила чистая лила from beginning to the end it was only лила it was only the lila of radica's maidservant who appeared here in that dhanya kali yuga it is a very unusual very rare kali yuga which appear only once in the day of brahma it is same kali yuga because it is that only special kali yuga when shri maha prabhu came himself when he's coming himself and the form of maha prabhu contains all the avatars inside him on avatari is toch всех avatars because maha prabhu is avatar avatari avatari he's the source of all avatars avatar avatari 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 Эта Кали-юга переходит в Сатей-югу. И мы видим сейчас предвестников этого явления. Сейчас мы видим, как сказать, какие-то события, которые происходят в этом моменте. Мы видим какие-то сигналы, что это произойдет. Мы видим, как мир ускоряется, как он разделяется, как он проходит через кризисы. Сейчас мы видим, как мир ускоряется, как мир ускоряется, как он разделяется. И у каждого появляется выбор следовать за любовью и не противостоять ей. Я и подумать не мог, что в моей жизни появится такое, такое счастье, счастье такого общения. А теперь это данность. Невозможная данность. Сегодня мы празднуем явление не садхана ситхи, не крепа ситхи, а нити ситхи. Сегодня мы празднуем не садхана ситхи, не садхана ситхи, не садхана ситхи, не садхана ситхи. Мы празднуем явление на земле спутницы Шримати Рахики, Раманы Манджари. Как минимум мы знаем о двух её явлениях. Когда приходила вместе с Радикой и как Нарайана Махарадж. И в следующий раз возможно это случится через 8 миллиардов. 588 миллионов, 160 тысяч лет. Это редчайшие явления и редчайшая удача. И был вопрос после прошлого зума, сияют ли Манджари? И после прошлого зума, сияют ли Манджари или не сияют ли Манджари? И сияют они, будто связаны как одна ёлочная гирлянда с Радикой. Вот есть звезда, а есть эти водогоньки. И они вспыхивают в зависимости от этого напряжения, от этой пхавы, которая переполняет Матерь Радику. Сияет Радика, вспыхивает Радика и они тоже вспыхивают. Да, это означает, что мы можем говорить, что это как розык-шиздяный чейный чейный, когда в основном марсе светлые цветы вспыхают, так как другие светлые в этом чейный 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 чейный. Вы только задержитесь ненадолго на этой картинке. Вы только представьте себе её. Вот Радика увидела Мохана в кунжа и вспыхнула. В прямом смысле слова она начала сиять. Каждый член её тела, каждое англо её тела начало сиять, источать это сияние. И тут же Манджари вспыхивает так же, синхронно они вспыхивают и так же лучат с этим светом. И по этому свечению Мохан может понять, какие чувства переполняют Швимати. Не только по лицу, но и по температуре, по интенсивности. Если он видит сияющую Манджари, то он понимает, что Радика счастлива. А если Мохана погашена, то и он понимает, что Радика несчастна. А Рамана Манджари источает свет Чампаки. Её сияние, подобное сиянию Чампаки. И Рамана Манджари источает свет, подобное сияние Чампаки. Моим желанием было стереть границу сегодня, чтобы этой границы не было между этой формой Раманы Манджари, и Нарайаном Махараджи, потому что у меня этой границы больше не существует. Для меня это Рамана Манджари. Всё, что делает, всё это великолепие явления, это явление её милости, её действий, её поступков. Рамана Манджари. Потому что для меня нет этой границы больше. Для меня это только все действия. Это только границы, только действия, и все действия Рамана Манджари. 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 She is completely one-pointed. Поэтому решает задачи здесь, задачи, которые связаны с желаниями Радвики. И одним из желаний которых было вернуть, дать возможность Манджари получить своё желанное служение, то есть Крипа Манджари и Сатхака, получившим Крипу, получившим идущим путём Сатханы, получить милость и развить их желанное служение. Крипа Манджари Другими словами, эта Радика пришла для нас. Сама Радика пришла для нас. И это родство величайшая слава, Шри Рамана Манджари. Величайшая слава, Нарайна Махараджа. Кто понимает эту славу, кто воспринимает её своим чувством, кто её воспринимает во всей полноте, именно к тому относится этот стих, с которого мы начинали. Жанна Макарма Чимия Девьяма И эти люди, эти люди, которые понимают эту славу, которые понимают эту славу, from which we have begun today's class, it's about them, who are. And he's saying that who understands this glory, this topmost glory, but not with the mind, but with their feeling. So this verse, Жанна Макарма Чимия Девьяма is about them actually. Кто понимает это, у того больше не будет материальных причин для рождения. Who understands this fact will not have the material causes of new birth. Ибо в факте этого понимания разгорает вся карма. Because in the fact of this realization, all karma is burning away. Как благочестивая, так и неблагочестивая. The pious karma and also the negative karma. И появляется возможность нового отождествления. And begins the possibility, starts the possibility of new self-understanding. Отождествления с этой природой. Природой подобной Раманаманджари. Горячее желание. Горячее желание. Именно это пылающее желание, сжигая дотла все последствия наших действий. И если будут причины для следующего рождения, то они будут нематериальны. Горячее желание. Горячее желание. Горячее желание. Горячее желание. Горячее желание. На этом я остановлюсь. Я бы хотел услышать комментарии, прославления, добавления к этой теме сегодняшнего события. Для нас крайне необходимо, крайне важно для нас быть экспертами в этом вопросе. Потому что, для нас, это основная необходимость быть экспертами в этом понимании, в этом моменте. Спасибо. 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 Удава, praбху. Удафа, рада, рада. Удава. Most often we speak about sadhus purifying and becoming manjaris. Today... Удава, прабху, I'm very sorry, it's a little bit noisy, I couldn't hear properly. Could you please repeat? Да, это неожиданное место. Городец. Очень много людей, много происходит. Городец. Очень мы говорим о саддух purifying, и становиться манзари. Сегодня, мы говорим о рамане манзари, как аватар, и становиться садду. Ага, мы обычно... Can you please say in parts, okay? That I will not lose any detail, any words. Очень часто мы говорим о саддух purifying, чтобы становиться манзари. Мы часто говорим о том, как садду очищают себя, чтобы стать манзари. Сегодня мы говорим о рамане манзари, которая пришла и стала садду. Появилась как садду. Can you help us to understand this difference? А можете ли вы пояснить эту разницу между теми, кто очищается, чтобы стать манзари, и манзари, которая приходит, и на саду, которая очищается? Понятно? Да. Да, да. Если мы говорим о совершенных живых существах, то есть о нитях ситхах, они непосредственно исходят из обители, и они не имеют никаких последствий деятельности. То есть, другими словами, у них нет кармы. У них нет желания рождаться. У них нет кармы. Это кажущаяся карма на самом деле является проявлением внутренней энергии Бога. Так называемые нитя-бадхи — это живые существа, которые проходят через этот цикл рождение и смерти. Практически бесконечный цикл рождения и смерти. И вследствие накопленных действий и их последствий, у них есть обширная часть как благочестивой кармы, так и неблагочестивой кармы. И с этим связаны сложности как в понимании, так и в практике. Яркий пример того, как начал практиковать Нарая Нативари, после общения с Саджик и Сеоком, он стал повторять, 64 круга ежедневно. И очень яркий пример. И очень яркий пример И он работал в полиции. Но в то время он работал в полиции. Рамана Манджери — полицейский. Рамана Манджери — полицейский. Радрик, ты можешь сказать, когда он начал chantать 64 круга? Об этом тоже можно. Да, он начал chantать 64 круга в начале его духовной жизни. Он спросил про 64 круга. И однажды он, повторяя Харинам, вошел в состояние и не смог остановиться. Это еще до посвящения. Он еще не получал Харинам. Это еще до посвящения, до инициации. И это просто обыкновенный, казалось бы, внешне обыкновенный служащий, домохозяин, который воспевает святые имена. И когда он начнулся, он понял, что прошло несколько дней. И он подумал, что, наверное, его уволят. И с понурой головой он поплелся в свой полицейский участок. Каково же было его удивление, когда еще с порога его встречали счастливые сослуживцы. Они пожимали ему руку, хлопали по плечу, поздравляли его. Поздравляли его с повышением. Нараяна Тивари был очень удивлен, что тут происходит, что тут происходит вообще. И его сослуживцы стали рассказывать ему, что в эти дни, когда он находился в Баджане, из Дели приезжала высокая комиссия. И они особенно оценили его усиленность. Они поздравили его и повысили по службе. И Нараяна заплакал. И Нараяна заплакал. Его сослуживцы думали, что он плакал от радости. А он плакал от понимания. Что в то время, когда он находился в Баджане, сам Мохан приходил в его образе и выполнял безупречно его служение. Он плакал от радости, потому что он понимал, что в эти дни, когда он был в Баджане, сидел в его доме, Мохан himself, he came in his form to fulfill all his work, all his duties for him. Тогда он понял, что раз Мохан позаботился об этом, то позаботится и обо всем остальном. Это пример того, как прорастает, как случается. Это у нитя-ситхи. Яркий пример, как это случается у нитя-ситхи, соприкосновение с духовной практикой. So, it is a very bright example of how нитя-ситхи is getting in contact with his genuine nature, with this reality. Им нечего очищаться. They have nothing to purify from. Им не нужна прораста. They don't need this прораста. So, it is the main difference between those who are liberated from those who are not liberated, because liberated, they have no karma at all. So, it is the answer. This is the answer to your question. Ну, давайте. Very beautiful answer. Thank you. А кто-то хочет прославить Курадева на районе Махараджи? Русские. Японцы. Немцы. Кто-нибудь. Японцы. Рады, рады. Да, рады. Да, рады. Дамадарджи, меня слышно? Я рады. Да, да, слышно. Я хочу несколько слов сказать про Своё Духовное Училище Махараджи. Хочу продолжить эту линию. Как проявлялась природа Манжари, Шринорендгаса Махараджи? Однажды был разговор между тремя друзьями близкими Шил Нарен Гасай Маграджам Шил Ваман Гасай Маграджам Шил Трикрам Гасай Маграджам Шил Нарен Гасай Маграджам Шил Трикрам Гасай Маграджам Внешне спорили Шил Трикрам Гасай Маграджам Шил Трикрам Гасай Маграджам Шил Нарен Гасай Маграджам В то же самое время Шил Нарен Гасай Маградж хотел говорить только о ней хотел прославлять ее И Шил Нарен Гасай Маграджам И Шил Нарен Гасай Маградж he had an intention to glorify only Radhika И Шилавама Нагасвами Махараджа выступил тем третьим, кто рассудил, то есть кто помог прийти к миру. Хотя это был только внешний спор. На самом деле Шил Трикар Махараджа не спорил с Шилавама Нагасвами Махараджа, это было внешне, это лило. И Шилавама Нагасвами Махараджа был как правительственник. Он был третий, кто помогал им восстановить этот вопрос. Но мы должны знать, что это не был настоящий аргумент, это было как лило между ними, чтобы распространить все эти вещи. Шилавама Нагасвами Махараджа сказал, если в этом мире нет тех, кто может слушать про Шил Мать Радику, славу Шил Мати Радики, тогда нет смысла поддерживать этот мир, нет смысла существовать этому миру. И Шилавама Нагасвами Махараджа сказал, что если здесь, в этом мире, нет людей, которые слушают про Радика, то это значит, что этот мир полезен, и этот мир полностью полезен. Нет нужды этого мира, если никто не хочет услышать про Радика. Также я вспоминаю, как во время Киртанов, то есть перед Харикатхой, Брамачари пели баджаны, песни ващанов-ачарьев. И я помню, как Кришнадас Киртане, Шилавама Нагасвами Махараджа пел Рамани Широмани, Ришабану Нандини, Нилова Асана Паридхана, вот эту песню. И Шилавама Нагасвами Махараджа был полностью погружён. От него такое настроение гамбиры исходило. Также помню, когда первые русские предные пришли к Шилаваму Нагасвами Махараджу в 99-м году, мы слушали так много про Соленища Матери Радики, что когда мы вернулись в Россию, мы забыли про Кришну. У нас в центре сознания была только Радика. И я помню, как в 99-м году, в 1899 году, когда первые русские предные пришли к Нараяну Махараджу, в Индии они часто слушали так много глорификации Радика, что когда они вернулись в Россию, они полностью забыли Кришну. Когда Шилаваму Нагасвами Махарадж это увидел, он начал нас поправить, он сказал, вы не можете забыть про Кришну, потому что он возлюблен из Шримати Радики. Они не могут быть разлучены, они должны быть вместе. И когда Нараяна Махарадж увидел этот мир, он сказал, что вы не можете разделить Радика от Кришны, вы не должны забыть Кришну, вы не должны их разобрать, потому что они всегда хотят быть вместе. Также вспоминаю, что когда мы приехали на первую Парикраму, было такое ощущение, что мы такие удачливые, мы служанки, шимати Радики. Вот такое ощущение было. И ещё один такой момент очень важный, это когда пришёл Пуджари с Сева Кунджа и принёс Махапрасад Радики для Швил Нараяна Гаслама Махараджа. Это произошло примерно в 2007-2008 году, точно не помню. Он пришёл в Гопинад-Баван. Это было в 2007-2008 году, я думаю, и этот Пуджари came directly from Сева Кунджа to Гопинад-Баван with this Прасадом for Нараяна Гаслама Махараджа. Его встретил Швиламадова Махараджа и спросил, с какой целью вы пришли? Он сказал, я пришёл принести Махапрасад от Шримати Радики. И Швиламадова Махараджа встретил и он спросил, что вы пришли? И он сказал, что я пришла под направлением Радика. Она сказала, что я должен передать Прасадам к Нараяну Махараджу. Мадам Махарадж предложил, он сказал, я могу передать? Он сказал, нет, нет, нет. Шримати Радика сказала мне, что я должен передать её служанке, которая известна в вашем мире как Шилан Райна Гаслама Махараджа её Махапрасад. И Мадам Махарадж suggested to help to bring this Прасадам and to give himself к Нараяну Махараджу. И когда Шилан Райна Гаслама Махарадж получил Махапрасад, он распространил всем нам этот Махапрасад. И когда Нараяна Махарадж получил Махапрасад, он дал в тот момент с Махапрасад. Также я вспоминаю, что в начале, когда я только начал слушать Харикатху Шилан Райна Гаслама Махараджа, ещё на кассетах, аудиокассетах, а потом и на парикраме, в 99-м году очень много было о Шимати Радике и о Манджаре, и о Рададасе, о Севе, о служении Шимати Радике. Очень много такой был Харикатхи. Он говорил про Шилапрабхупаду про слово близкого старшего друга Мактан Сайм Прабхупаду. Он говорил, что он подлинный Рупануга. То есть тот, кто следует настроению Рупы, Рагуна Адхи, как Рупа Манджари и Радхи Манджари. Он говорил нам, что каждый подследователь Рупы Манджари следует пути спонтанной любви в Раджа. Но не каждый, кто следует спонтанной любви во Раджа по следу Рупы Манджари. И он сказал очень важное что-то кто следует спонтанной любви Раджа Раджа. Раджа я закончу, завершу на этом. Рады, Рады. 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 И он говорит, да, что я, ну, не обладаю, да, таким опытом, как вот сейчас Радха Чаранджи рассказал, да, но я хочу присоединиться к словам Дамодарджи, то, что он сегодня говорил про этот стих из Бхагавадгиты о том, что тот, кто постиг истинную причину моего явления, больше не принимает рождение в этом мире. So, actually, this, my appearance, it's Gita, say. But this, my, is not only Krishna, but Radha and Radha's made servant also. И он говорит, что я вот присоединюсь к тем словам, которым говорил Дамодар, или, может быть, что-то ещё скажу, но я тоже считаю, что когда здесь говорится моё явление, это не только явление Кришны, но также явление Радхики и её всех божественных спутниц. Because Krishna appear means radical also appear. Radhika appear means also same time Radhika's made servant appear in this material world. So, similarly, Gauranga Mahapa appear in this material world means Rupa Manjari and Rati Manjari and Rati Manjari, another Raman Manjari also appear. И это значит, что в то же самое время, когда приходит Гауранга, приходят и все Манjari, и Rupa Manjari, и Rati, и Raman Manjari. Мы должны понимать, что Чайтанья Лила, Гаура Лила, она всё ещё сейчас продолжается. Потому что всё ещё нитя-ситхи продолжают приходить в этот мир для того, чтобы спасать нас, обусловленные души. Моё понимание такое, что Прабхупады и Нараяна Махараджи, они как братья или как сёстры. Они сёстры, являясь Манjari. И материал world, like brothers. Прабхупада был нитя-ситхой, и Нараяна Махарадж был тоже нитя-ситхой. Я забыл в деталях, но Нараяна Махараджи, once he told us, Радика asked him to ask, ask Нараяна Махараджи to come to this material world. Но он сказал, «Нет, я не хочу, вообще». Он rejected once, или twice. Sorry, Нараяна Махараджи said himself this? No. In spiritual world, Радика told Рамана Манжари, please go to material world. В духовном мире Радика сказала Рамана Манжари, пожалуйста, отправляйся материальными. But he said no. Но она сказала, нет, нет. I forgot the reason why. Maybe somebody knows. Because, you know, because time difference there, you know, Mahaprabhu appear, you know, and Rupa Manjari, Rati Manjari appear. But Nara Maharadji and, you know, Bhakti Maswami, Prabhupada, Nara Maharadji little after that. I don't remember точных причин, почему она отказалась. То есть я забыл, какие-то, возможно, были причины, но после прихода Mahaprabhu большой временной промежуток, прежде после которого появились Шила Прабхупада и Нараяна Махараджи. После уговоров, после беседы она все-таки согласилась явиться в этот материальный мир. I had one, you know, Damodar Prabhu gave us very nice story in police station. I also had this story. Damodar Prabhu рассказал очень хорошую историю, такую вдохновляющую про моменты жизни с полицейским участком эту историю. У меня тоже есть подобная история. And also I was seeing him first time in 1987. Первый раз я видел Нараяна Махараджа в 1987 году. Then he started traveling, I think, around 1965 or 1966. 1966. Путешествовать он стал с 1996 года во всем мире. When I remember Нараяна Махараджи is very simple, you know, for my first impression so nice simple Sanyasi who has no disciple. This is my first impression of Нараяна Махараджи. И мое первое впечатление Нараяна Махараджи, когда я увидела впервые, что он был очень простым Sanyasi и у него не был учеником. Then after 10 years or 15 years he attracted 1000 devotees. Но уже после 10-15 лет он стал центром притяжения тысяч преданных. I don't know how many disciples he had, but probably he had 100 thousand disciples all I don't know точно сколько у него было учеников, но там 100 тысяч ну короче больше даже чем мы покупаем. On his Vyasa Day in Mathura he put people like you know roll you know maybe I don't know many hundred meters maybe one kilo always kind of standing like lying. И во время Vyasa Pudja в Mathura все не помещались в храм и вот эта очередь желающих поздравить Гуру Дева она просто огромная очередь тянулась там на километры и сходили с ума и деньги сами сыпались к его стопам в течение 20 лет я был рядом с ним и видел его непосредственно и просто служил кто кто был на такое способен еще только такое чудо могла совершить служанка Радики которая была полномочена самой ради ради Радики очень многие про него плохо говорили наговаривали но мне все равно с теми потому что он не те ситха он дорогой преданный Радики 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 4th 4th chapter 9 this describes also not only Krishna but Radika also Radika his devotee made servant if we could understand his appearance also not ordinarily transcendental if we understand this actually come from spiritual world И я тоже воспринимаю этот стих 4, 9 из Бхагавадгита о том, что это не только о Кришнином рождении, но о том, что приходят служанки, радики, и те, кто понимают, зачем они пришли, причину их рождения, явления в этот мир, эти люди освобождаются от дальнейшего рождения. Многие люди имеют разные свои тонкие насчет Нарая на Махараджи, Прабхупады, мне все равно нет. Моё мнение однозначно, они пришли для нас, от Радики, для того, чтобы нас спасти, и они 100% божественные спутницы Радики. Потому что кто, кто может говорить о божественной славе Радхарани, кто еще? Обычные обусловленные дживы не могут этого сделать. Только необычные души, только служанки-радики могут прославлять Ню. Это моё смиренное прославление. Спасибо, Джейнададжи. Спасибо, Джейнададжи. Спасибо, Джейнададжи. Спасибо, Джейнададжи. Я благодарю всех вас, кто сегодня поделился. Это сделало моё сердце очень мягким, очень красивым. Я прям чувствую, как оно раскрывается. Настолько прекрасно сегодня вы прославили. И я чувствую, что только как Джейнададжи Махараджи сказал, только мать-сервант может приходить и glorify Шимати Радика в лучшем, в самых глубоких ощущениях. Я согласна Джейнададжи Махараджам о том, что только служанка Радики может, придя сюда, прославить её наилучшим образом, в самых глубоких ощущениях. И Рамана Манджари, она сделана из этой раманы. Радычи Ран Прабу, можете, пожалуйста, переводить, потому что у меня горло. Слышка появилась. Слышка появилась. Это её качество. И это почему она нас спасла. Этим своим качеством Рамана, то есть любовных встреч, она спасла нас, потому что мы знали лишь о Кришне. Мы не говорили, не думали, не видели, насколько Кришна, Он связан с Шимати Радикой. Ну, как минимум, это можно сказать про меня, говорит Сунти Дяди. Потому что Джанан, например, Джанан Махарадж, он пришёл раньше в эту линию Рогануга, Радачаран. Я был удачлив, когда встретилась с Шилой Гурдеву, и он сказал, что ты Рададаси. Правда, я не очень понимала, что это значит, но, так сказать, началось моё движение в этом направлении. И Рамана Манжари каждым своим действием, каждым дыханием, из каждой поры её тела исходило вот это настроение. Тем самым он нам помогал, показывал нам важность, когда Рада и Молоком вместе. So we become Darcy of Ramana Mandari means we also be somehow in the service when we realize what is the meaning of Raman. To always bring Radha and Krishna together, that is our good luck, so we still want to do that. And to see it and feel it from that level, there's nothing other and more important to accomplish. And that's why our Шилая Гурдев always said we have to walk on the head of all obstacles. И это настолько важно, что, как сказал Шилая Гурдев, мы должны, как сказать, наступить на голову всех наших проблем, всех сложностей. Идти по этим проблемам, по головам этих проблем. Что значит идти по головам проблем? Это означает в стремлении служить своей Матери Радике, как её Даси, принять её служанку, её руководство, весь процесс, который приводит к этому служению. И что значит однонаправленность, то есть полная осредоточенность, наконечная цель? Это означает принять Рада Даси, принять её помощь на этом пути, её настроение. Например, что означает Ананга Манджари, что означает её имя, всё время служить таким образом? И что это для нас означает, что мы так удачливы, что мы оказались в таком благоприятном общении для развития этого настроения? Это означает, что Матери Радика хочет, чтобы она пришла к ней, она послала нас в это общение благоприятное. Для понимания и мы очень глубоко свободное, чтобы это понимать наш гурурой, вернее природу, регулярно вернуть к своей Лагидой. Колокаврадавн. Третья, я не понимаю. И чтобы понять на стороне своего духовного учителя, то есть тот уровень, духовный уровень… Гамедам, может, вы их переведёте? О, нет проблем. Это просто означает, что мы очень счастливы, что мы их встретили вместе. То есть мы очень удачливы, что мы встретили их, встретили вместе. Извините, в общем, я переведу параллель, без интерупсов. Это, для меня, более натурально. Я не люблю эти части, потому что моя память не так хорошая. О, нет проблем. Мы очень удачливы, что мы получили такое ощущение. Мы нашли свой путь и можем идти по этому пути и найти самих себя на этом пути. Так что… Итак… Эй, Така, как ты? Я просто хочу сказать спасибо за все ваши подробности. И мы очень, очень счастливы. Джайнанда идёт в Гордефрум. Я слушаю. Я слушаю. Он слушает. Не думайте, что он лекарствует. Нет, нет, нет. То есть, не думайте, что Джайнан нас покинул. Он идёт в комнату Гордефрум. Он продолжает слушать. И мы настолько удачливы, что не следует думать, что есть какое-то препятствие, которое может нас удержать от того, чтобы мы обрели своё естество, как Даси, как служанки Шимати Радики. И, будучи очень необычайно удачливыми, благодаря милости Шимати Рамана Маджари, Шимати Нанга Маджари, принять служение и сделать так, чтобы Шимати Радика могла явить своё служение, свою любовь к Мохану. То есть, выдвинуть её вперёд. И я помню, как Шила Гордеф Нараймарадж всегда сказал, что женщины должны быть очень мягкими. Так что он говорил из своего сварупа. Я помню, как Шила Нараймарадж говорил, обращаясь к женщинам преднам, он сказал, что вы должны быть очень смелыми. В своей проповеди он говорил из своей сварупы в этот момент. Он был очень рад, когда его сварупы были опасны и всегда распространяя любовь, и особенно понимая себя в глубине любви Шимати Радика. И он был очень рад, когда, очень счастлив, когда видел, как мы проповедуем, как мы служим и осознаём глубину любви Шимати Радика, славу её любви. Это очень ценно для нас всё это вспоминать, жить в этом настроении, то, что сейчас рассказывалось. Особенно в этот день, чтобы находиться в таком сознании. Чтобы осознать всё, что происходит со мной в моей духовной жизни. И быть благодарным, быть, как сказать, жаждущим, двигаться к цели. И мы так удачливы, что мы получили благословение. Пыль, стоп, как минимум двух служанок Шимати Радики имеют в виду Шилу Праупада в этом мире, Шил Наренга Саймараджи. О, Шилу нашего Шилу Гурдео, который Шимати Анангаманджари. И, может быть, ещё каких-то дастей, то есть Шимати Радики, чтобы мы также обрели такое же положение и служение Шимати Радики. И как учит нас наш Шилу Гурдео, Шил Саймараджи? Не надо от чего-то отказываться, из того, что мы получили уже в духовной жизни, тут нашу связь с Шилу Праупадой, Шил Наренга Саймараджи. Но добавить ещё, добавить ещё, чтобы продолжать с большим желанием следовать в том пути. быть очень смелым и идти по головам всех проблем, всех препятствий. И развивать качество Даси Анудаси, то есть служанки служанок Шимати Радики. Немного цветочков к лотосным стопам моего Шилы Наренга Саймараджи моего Гурдео в день его явления, которое я поднесла. Рады. 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 это какой-то appearance day, день явления, потому что он является на этих зумах в полной мере, он так счастлив, потому что вот моя любимая цитата его — это «Ваша жизнь увенчается успехом, если вы хоть немножко захотите стать служанкой Радхики». А мы тут не просто немножко, мы это культивируем, нам помогает Бородев это культивировать желание, взращивать его. И он тоже ставит это целью. Поэтому зум — это вот этот appearance day. Я буду пытаться сказать в brief о том, что я уже сказал. Really, я чувствую это myself, что для меня, шила Городев Нарайна Махараш и шила Городев Саду Махараш, это один. Это один, что вы можете даже поставить стакт о душе между ними. Вы не можете, потому что они один, для меня. И каждый раз, в нашем зуме, я чувствую появление о Нарайна Махараш, о том, что я чувствую, что он так счастлив, потому что я чувствую это ужасное счастье inside меня. Это не моя счастье. Это не моя счастье. Это это divine энергия о счастье, о счастье, о счастье, о радиках. Это Сварупа Шакти. Он действует, когда я слышу о радиках и он fundraise, this and this tune of this mood from Vaishnavas and from Gurudev and for me it's like Shila Narayana Maharaja is appearing at once there so for me every hour Zoom it's Appearance Day of Narayana Maharaja because we are fulfilling his desire because my favorite quote from Narayana Maharaja, from Shila Gurudev is that your life will be successful only if you will be able to develop even tiny part of desire to be Radhika's maidservant and in our Zooms we are not like how to say we are making try and try with the help of another manjari, with the help of Gurudev we are doing this constantly and I'm feeling this happiness inside as a sign that I'm fulfilling the will of Narayana Maharaja and that Gurudev is happy Sadhu Maharaja so for me it's no mind worries no distractions because I'm feeling this inside that they are one and they are working for the one goal to cultivate to cultivate in us this desire to be Radhika's maidservant and not cultivating but he's helping a lot yes Gurudev from Narayana Maharaja from with the Sadhu Maharaja yes his hands he's giving more and more every time so Radhe Radhe yeah Dhamadharja you have time that is already who is still who is still I have a service I have a service so well then you can just go просто я пойду что мы будем заканчивать движение вы можете продолжать у кого есть можно я маленькую цитату гуру дэва сказал что однажды вам придется оставить всю вашу проповедь чтобы уйти на галоку а потом вернуться и начать проповедовать по-настоящему вдумайтесь в эту глубину что такое настоящая правда роман праву очень очень amazing quote from she used to say that don't get stuck in your preaching because you will need to leave all your preaching to go to the lock and then only then you can go down and preach like it will be genuine preach when you will come back and you're preaching here it's like not preaching at all а можно мне тоже попытаться прославить я постараюсь несколько слов сказать коротко тоже группа последователей шиланрай нагаса и махараджа это личности порядка который трудно переоценить и и их влияние на то что будет происходить сейчас и дальше оно со временем будет только оценено те кто находятся в линии шилу гуру дэва они пахнут даже по-другому расскажи что приятно дай мне перевести подожди у нас тут международное собрание it is sakshigapa from our illski from our sangha he's a disciple of shila naraynaga swami maharaj and he's saying that we could not underestimate the followers of shila gurudev shila naraynaga maharaj and you will see in time how they will reveal themselves and what will happen because you know he's saying they are so special and even their smell is very special короткий случай однажды я шел по улице в краснодаре и меня прям развернуло я просто шел по делам и прям правая часть она вывернула направилась в сторону людского потока i want to share a story it had happened in the krisnodar i was walking along the street and i was heading to some my work and suddenly i found some something strange some energy coming from the right side and my body reacted at once i was just like turning away to this crowd of people и так как есть некое очень поверхностное соприкосновение с моим гуру то я понял что нужно просто стоять и ждать и поток шел и я увидел вдруг человека с кантималами я пошел за это за это женщина женщина лет пятидесяти лет пятидесяти лет пятидесяти было например так it was a lady of like 15 year old and i was following her ну я сказал традиционно харе кришна как дела у вас и оказалось что это ученица шилана рэна госвами махач и когда мы попадаем в какую-то группу ну вот и я не знаю думаю что каждый это имеет есть такая чуйка прямо что это вот твой это твой и это даже не это вот часто говорят преданы это семья нет это не семья это в семье нет такого это более чем семья это это прям какое-то сросшееся ну вот если вот адатма наверное это вот оно есть это то что не отделимо от тебя самого сама группа которая двигается за шилана рэна госвами махараджи это одна цельность and i think that all of you have uh this experience that when you are to the group where you can see that i know maharaj's disciples you're you are starting to feel from inside that it is your people it's from your um from your group and it's not uh when someone is saying that it is a family it's not a family it's like a tadatmia like it's one it's one organism say one and this group is not sectarian group because as narana maharaj's shiloghulev he used to say that go everywhere where you can find genuine bhakti go and take it from there я наверное закончу на этом мы сегодня как раз у нас сегодня будет встреча и как раз эта женщина про которую рассказывала тоже будет на этой программе я невероятно счастлив что у меня есть возможность общаться с вами слушать вас и быть или стараться быть под руководством удивительных преданных и наверное последнее что я хочу сказать это что действительно расика вайшнавы они есть в нашем обществе они есть рядом они близко и то что у нас есть возможность с ними общаться неважно время место обстоятельств неважно они там ну то есть времени нет в этом контексте я очень счастлив от этого спасибо вам огромное and the last thing i want to share that rasika вайшнава they are closer that we can imagine they can be among us and we have this brilliant opportunity to communicate with them and to take their feelings and it doesn't matter if we are together or of or if we are in a distance it it doesn't matter of time because we are in heart we can feel them so i'm very grateful and i want in jaguar and i want to end is signing putting a sign i want to thank you i want to thank you всем примите пожалуйста нашим встречаемся екатеринбургской вот я попробую вспомнить и прославить и актуализировать некоторые моменты связанные с нашим шиллогурадевом если можно переводите yes i have no i have a short time because the devotees they will come to take me to the program where we will glorify our шиллогурадев today but now i feel very great urge to also to share and to point to some very subtle points i want to emphasize on моя жизнь она знаете сейчас разделена на две части первая часть это до заката и вторая после после рассвета now i can say that now my life is divided into two parts like before the sunrise and after the sunrise закат это когда в движении искон начались большие проблемы мне пришлось чуть-чуть отделиться а рассвет это когда я встретил нашим шиллогурадеву before sunrise it was times when iscon was cut how to say distracted somehow and for some time i kept away from this and after the sunrise it's when i have met шиллогурадев я встретил шиллогурадева в девяносто третьем году впервые на пари карами когда мы в движении искон пришли в девананда гойдя матх и там остались ночевать и утром шиллогурадев дали пятнадцатиминутную катху всей пари карами когда уже ходил такой такая атмосфера что движение искон может рухнуть в любой момент потому что очень были большие проблемы было такое напряжение я понимал что если это произойдет я приду именно сюда я приду к этим двум учителям которые сейчас я там я был полностью убежден я еще не знал что через семь лет я встречу шиллогурадеву и он будет моим возлюбленным своим моим духовным учителем и на то время в это время у нас были были в эскорном состоянии это могло быть коллапсED и это могло быть коллапсED в определенное время и я думал я дула мне что-то что-то я вернусь к своей логурадеву И в 2000 году мы провели фестиваль в Подмосковье, благодаря некоторым великим вайшнавам, и Шрила Гурдеф перед тем, как дать нам инициацию, он дал нам очень длинный директор. И в 2000 году мы открыли наш первый фестиваль в России, в Москве, в этих садах, и после инициации Шрила Нарайна Махараш, он дал нам очень длинный даршан. И прикоснулся его к стопам, и так близко находился к нему, и смотрел прямо на его светящиеся область, на эволюционные его стопы. Я ему задал очень-очень длинный вопрос, и он меня остановил, говорит, а теперь, короче, скажи, что ты хочешь. И мой вопрос заключался в том, что я длительное время, будучи в движении СКОН, проповедовал настроение, которое было у нашего Шрила Гурдефа. Потому что через некоторых учителей движения СКОН, это настроение всё равно, оно к нам проходило, такое как в акте Бринга Гевинда с вами. Они общались, и элементы, ну, часть этого настроения, оно до нас доходило. Я ему задал вопрос, что в определенный момент мне устроили конфликт, и прямо запретили рассказывать об Расико-Бакте, настроении Маджари. Я сказал, Шрила Гурдеф, я хочу снова начать рассказывать об этом, пожалуйста, дайте. И Шрила Гурдеф сказал, до этого ты был неквалифицирован, но поверь, я сделаю тебя квалифицирован врачащиком о играх Рады и Кришны. И я спросил, ты знаешь, я люблю твою мудрость, и все эти годы я был пытался, 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 потому что наш ИСКОН teachers, как Бхатебринга Гевинда с вами, они были в контакте с вами, и somehow they probably, they were transmitting this Raganuga mood to us. So for me, it's very, very attractive, and I want, I eagerly want to preach about this, but they were made for me a big conflict, and they forbade me to speak about this. So please, Гурдеф, give me a blessing that I could again start to preach. And Шрила Нарайна Махарас, Шрила Гурдеф, he said that, you know, before you were unqualified to speak about this topic, but now I will make you qualified to speak about Rada Krishna's Lila. И потом он остановился и сказал, я обещаю всем вам, кто здесь сидит, всем, кто находится в этом, кто является моим учеником, я обещаю, что я буду приходить столько раз в материальный мир, пока всех вас не заберу отсюда на Галоку и приведу к лотосным ступам Рады и Кришны. Я должен вам рассказать одну вещь, которую Шрила Гурдеф ответил на мой вопрос уже в 2009 году. Этот вопрос волновал тогда очень многих вайшнавов. И это было на Гавардхане, в храме, в нашем храме, Гивядж Гаудяматх, на Картике в 2009 году. Я сказал, Шрил Гурдеф, как быть, в писаниях сказано, что для того, чтобы достичь полного совершенства, мы должны лично совершать севу, личную севу, телу духовного учителя, быть рядом с духовным учителем, быть во время баджана с духовным учителем. Но мы сейчас этого делать не можем, потому что есть языковые барьеры, барьеры старших преданных, обстоятельства. Мы находимся в разных странах, и мы не можем быть рядом с духовным учителем. Как же нам быть, как же нам получить истинные богословения и силу, чтобы достичь полного совершенства в своем баджане? И мой вопрос был, Гурдеф, я сказал, Гурдеф, в книжах это говорит, что для того, чтобы получить керфекцию, ты должен быть близко к Гурдефу, к его body, кередливой службе, кередливой, кередливой, кередливой гурдефу, когда он делает баджан, и кередливой, и кередливой, и кередливой, кередливой. Но, look, мы имеем много проблем, мы имеем много проблем, чтобы общаться с вами, мы имеем много проблем, чтобы прийти к вам, потому что ваша служба. Так что делать? Что мы должны делать? И я помню, у нас было тогда больше 100 человек, и все прямо зашумели, потому что я так понял, что это был очень резонансный вопрос, потому что это всех волновало. О, да, да, о, конечно. И Ширил Гурдеф посмотрел на меня пристально после этого вопроса и сказал мне очень такие фразы, которые сейчас для меня, для многих предназначенных, являются как устав во взаимоотношении с духовным учителем. Я прошу прощения, я не поняла, что он ответил. И сейчас он, я сейчас скажу, и он ответил слова, которые для нас стали, для меня сейчас стали уставом в медитации на устав, как бы позиция. И он посмотрел на меня пристально и сказал, сейчас ты должен открыть своё сердце и стать более искренним и начать задавать мне вопросы в своём уме и в своём сердце. И я начну отвечать на твои вопросы в твоём уме и в твоём сердце. И потом остановился и сделал маленькую паузу и сказал, но скоро я уйду из этого мира и мы вздрогнули. И ты тоже должен продолжать задавать вопросы в своём уме и в своём сердце. И где бы я ни находился, на какой бы планете, в какой бы Вселенной я бы ни находился, я тоже буду отвечать на твои вопросы в твоём уме, в твоём сердце. Продолжай это делать. And he looked at me very seriously and he said, and he was, like, looking directly in my face and he said that now you should open your heart and open your mind and you should become more sincere because you should ask me in your mind and in your heart and definitely for sure I will answer to you. But he said that very soon I will leave this world. And everyone was, like, stuck in wonder. And then he said that whatever universe I will be, when you ask from your heart and from your mind, definitely and for sure I will answer all your questions. And this completely changed my idea of the position of the guru Tattva. Because I just after these words realized, that guru Dev is something more than the dad, who is together with us, who we are listening. It is something more that is is forever I don't know how to express it in words. It is the one who just put our paradigm our thinking on all the moments of our life. And that time I realized that Guru Tattva in a genuine sense. I realized that Guru Dev is not this appearance, this old man, like a sage, to whom we are coming, to whom we are giving something or listening from him. It is something beyond all this. It is something very wide and all pervading. And now that time I realized that he is holding everything like my being, myself being. And через год был последний Darshan мой Sashire Gurudev. Это был уже 2010 год, когда он приехал в Москву в эту задымлённую Москву и давал самый последний Darshan нам, своим ученикам. И что произошло в этот момент, когда уже закончился фестиваль, и все поехали в аэропорт провожать его, я поехал, и я опоздал на последнюю встречу в аэропорту с Ashire Гуру-де-вам. Я подумал, что я сейчас сойду с ума, потому что я уже не увижу Гуру-де-ва. Я не знал, что как мне это делать. И все пели киртан на улице, я не знал, что мне делать. Гуру-де-вам. даршан Гуру-де-вам. Я тогда просто погрузился в себя и сел и начал молиться Широ-Гуру-де-ва. Неужели я больше тебя сейчас не увижу? Я не знал, что это последние моменты, когда мы можем встретиться больше в жизни после этого Широ-Гуру-де-ва жил из этого мира. Я сел и начал молиться Широ-Гуру-де-вам. И вдруг у меня в сердце появилась какая-то решимость. Я вроде бы тогда сошел с ума и я рванулся. Я перепрыгнул через турникет в ту зону за границу, там, где уже был паспортный контроль. Я перепрыгнул, пробежал через заграды полицейских. Я пробежал туда, где находится вип-зона, там, где уже отправляются. Меня, конечно, могли уже арестовать полиция, но я побежал. Я прибежал в эту вип-зону и сел прямо у стоп Гуру-де-ва. В этот момент Гуру-де-в сидел и повторял, закрыл глаза, повторял свою джапу. И его стопы лежали на каких-то вещах, которые сопровождали Гуру-де-ва. 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 И when I was in despair and I sat and I started to pray to Гуру-де-ва. What should I do? Because it's the last chance to see you. And then in my heart came the feeling that you should run, you should rush to meet me. And then I jumped over all these passport control and I was rushing towards the deep zone where Gurudev was waiting for his airplane and he was sitting and chanting Harinam and he was closing his eyes and his feet was on some luggage and I was rushing to him and sat immediately near his feet but I was aware that now they can arrest me because I how to say I did illegal things sorry and I interesting that I did did I did I did I did I did I did came to and said I can't человек ушел. Какая-то потенция Шрилы Городевы защитила меня. Я сидел где-то полчаса и ждал, повторяя джапу, прямо наедине со Шрилы Городевым. Шрилы Городев сидел, повторял джапу, я рядом сидел, я смотрел на его стопы, которые были прямо перед моими глазами, вытянутые ноги. Я сидел тоже рядом, повторял джапу. Звучит. И они имели все право положить меня в тюрьму, потому что я прыгнула на эти counters, all this, и went just directly to this forbidden, this closed deep zone. Но, amazingly, не полисмен, они came after me. И just one worker of this airport, he came to me, and he said gently, like, you cannot be here. But Городев, he made like this, gesture like this, and I said to them, like, please, I will go after, like, some minutes. And that time I had a half an hour to sit near feet of my and also chanting Harunabu feet, got immersed into his lotus feet, into this sight of his lotus feet. And all this time, and all this time, Shila Gurudev вообще не обращал на меня внимания, он был погружен в свое воспевание, повторение, и на меня вообще не обращал внимания. Я думаю, вот подумал, наверное, это и хорошо. Я здесь со Shila Gurudev, что мне еще мне еще нужно. И прошло некоторое время, объявили посадку Shila Gurudev. Туда подошел Мадам Махарадж, Ваджранадх, они подвезли коляску, и в этот момент Shila Gurudev прервал свою джапу и взглянул прямо на меня, который сидел рядом с стоп, и наши глаза с ним встретились. И он так сделал кивок, поднял голову вверх, типа многозначительно, но теперь ты понял всему, чему я тебе научил за это время. И вдруг у меня пронеслось практически все эпизоды жизни, когда я приезжал, я встречался с Shila Gurudev, все-все-все моменты жизни я вспомнил, и вы знаете, я понял в этот момент, что это наша последняя встреча с Shila Gurudev. Потому что в его глазах было написано «Все, что мог, я тебе дал, теперь ты должен это все осознать». Я понял, если это происходит, я его больше никогда не увижу. Но я не мог понять, что это действительно так. когда мы были чути, Гурudev, он не смотрит меня за это полчаса. И затем он позвонил его и Мадама Махараса и Раджанат Прабу в машине they came to Gurudev, and then only that time Gurudev opened his eyes and he saw me. And when our eyes met, I felt that Gurudev is saying, now you realize what I have taught you. And then I realized many, many, many things. I remembered all the time when I met Gurudev, what he has said to me, and I realized that it is our last darshan, it's our last meeting. И получилось так, что в самый первый момент нашей встречи Широгудов сказал, я тебя сделаю квалифицированным рассказчиком, а сейчас он мне глазами сказал, ну теперь я тебе всё дал. И после этого Мадова Махарадж и Ваджанат Прабу подняли Широгудова, посадили на коляску и повезли в самолёт. И в этот момент я понял, что я просто смотрел уже на Широгудова, как он уезжает в эти двери, там раздвинулись двери, полицейский подошёл, похлопал мне, пошёл, говорит, на выход. Я понял, что это была просто милость Широгудова. Как это возможно? Туда, куда никогда никого не пустят, я каким-то образом прорвался и получил. Это был в моей жизни последний даршан со своим Широгудовом. И он был очень многозначительный, когда он глазами просто кивком сказал, но я тебе дал тебе всё, что попробуй это осознать. И в этот момент Грудаф, он и говорит, что мне, что он говорит, что сейчас пытается понять что я тебе дам. И в этот момент он начал первая первая фраза мне, что я тебе дам бенедичное, что ты можешь чтобы поговорить о этих topics, о Рады-кришнах. И в этот момент это произошло. Это ситуация была удивляющая, потому что Кто может идти в эту закрытую зону, чтобы угрожать? И только в тот момент полицейский пришел и меня отзывал. Ты должен идти. Так Рада Мохан, прошу прощения, Рада Мохан сейчас написали из мандира, что они идут на просад, что все, он уже Май-йога-шакти. Sorry, I'm very sorry, Май-йога-шакти. Она просто, ей нужно уходить, ей нужно выключить конференцию. Да, я все закончил. И джайся, Гурдев. Рады-рады. Рады-рады.